В филиале Детва, открытого акционерного общества Лида Хлебопродукт, пять молочно-товарных ферм и один молочно-товарный комплекс, на которых работают более 130 человек. Их труд лёгким не назовёшь. Животных нужно и накормить, и досмотреть, и подоить. А к некоторым бурёнкам ещё и найти подход. Про отдых на рабочем месте никто даже не думает. Но навстречу гостей – руководителя Литской районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Александра Марсова и председателя первичной профсоюзной организации хозяйства Леонардо Волынец несколько минут всё-таки нашлось. Тем более, они приехали с наградами. Чествовали тех, кто добился наиболее значимых результатов в животноводстве. В первой маршруте – молочно-товарный комплекс Крупова. МТК Крупова занимает лидирующее место в нашем предприятии. Получены самые высокие результаты именно здесь. Удой на корову здесь более 20 литров. Коллектив сплочённый, трудятся с самоотдачей, как говорится. Очень тяжёлый труд животновода, поэтому сегодня очень приятно, что участвовали нас профсоюзы районные и профсоюз нашего предприятия людей. Это стимулирует к более высоким, наверное, показателям. Люди более ответственно относятся к работе и стараются. Среди награждённых лидским райкомом Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса животновод молочно-товарного комплекса Крупова Татьяна Шешко. Здесь она работает 6 лет. С начала года у неё среднесуточные привесы крупного рогатого скота на выращивании и откорме 800 граммов. Мы благодарны за то, что нас увидели, отметили нас, что да, мы действительно будем стремиться ещё лучше работать. И благодарим за всё руководство наше, нашу заведующих, помощников, которые действительно нам помогают, стремятся, чтобы мы хорошо работали. Всегда, что ни спроси, всегда они нам помогают. Коллега Татьяна Шешко, Ирина Каспорская, также получила награду в рамках акции «Наш животновод». Она была отмечена первичной профсоюзной организацией хозяйства. Спасибо большое, что заметили. Условия труда у нас очень хорошие. Профсоюз, мы никогда не обижаемся на него. Нам всё время на всякие праздники и подарки, и премии дают. И так всё у нас организовано хорошо. Среди тех, кого награждали на молочно-товарной ферме Крупова, оператор машинного доения фермы «Кербиди» Елена Юревич. За три месяца она получила среднесуточный надой на корову почти 17,5 килограммов. И это лучший результат среди её коллег. В своём коллективе я уже работаю больше 10 лет. Коллектив слаженный, дружный, как можно сказать. Взаимопонимание у нас, поддерживаем друг друга. Условия труда у нас положительные. Стараются всю... Организация наша помогает нам в освоении новых технологий. Стараются, чтобы были надой у нас больше. И, конечно же, спасибо, хочется сказать, непосредственным своим начальникам нижнего звена и высшего звена. Ну и, конечно, приятно получить награды такие. Руководитель Литской районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса и председатель первичной профсоюзной организации хозяйства побывали также на молочно-товарных фермах «Заполье», «Палубники» и «Далекия», а также встретились с коллективом птицефабрики, расположенной у деревни Дайнова. Мы награждаем 11 работников нашего предприятия, в том числе одного птицевода. Хочется поблагодарить нашу районную организацию профсоюзов агропромышленного комплекса за организацию этой акции. Ведь людям очень приятно, что их труд оценен. И кому, как ни нам, проживающим на личине, знать, какой это тяжелый труд. Труд животновода. Но сегодня, наверное, они лучше о себе расскажут. Мне просто хочется сказать, что людям всегда приятно, когда их труд замечают. И поэтому вот данная акция и была организована. Наша первичная организация также не стоит в стороне и обязательно замечает лучших работников, лучших животноводов. Вот сегодня мы награждаем 5 человек. И я думаю, людям это приятно. Ну, подарки получать всегда хорошо. Поэтому я считаю, что такая акция очень нужна. Акция «Наш животновод» завершится в апреле. Представители профсоюзных организаций до ее окончания посетят все хозяйства Лийского района и уделят внимание работникам животноводческой отрасли.